всем привет дорогие зрители подписчики канала с вами снова катя и некогда объяснять ситуацию потому что мы проходим масс эффект и мы сейчас с вами на или и тут все было довольно таки жарко я думал саран устроить там какую-то ловушку или засаду но наверное он слишком спешил я тоже так думаю да не все норм будет ребят но до поры до времени вот эти вот капсулы как подумаешь что в них проте они лежат жалко их очень становится не заслужили они такой участи мне кажется хотя у местного из кинта просто не было выбора это такое на стенах какие-то контейнеры похоже на анабиозные камеры наверное протеане пытались сохранить себе жизнь с помощью креогенной заморозки такая музыка красивая а и зараза все вот это швырнула то как да и меня тоже мака развернись пожалуйста зайка вы слышите такое ощущение что то чье то сердце бьется офигеть я только сейчас заметила это так круто о а мы уже собственно уже и приехали ну по крайней мере первая наша остановка уже здесь что происходит это ловушка сары подстроенном засаду не думаю что за этим стоит сара все нормально ребят все хорошо все под контролем я знаю что делать не беспокойтесь ни о чем мы просто доверьтесь мне я все сделаю если это было оставлено здесь для нас вероятно это что-то полезно не знаю лишь бы это что-то не попыталась нас убить у нас и без этого достаточно врагов там все будет норм а вот и страж да но и не машины это вероятность также была предусмотрена среди прочих поэтому мы оставили предупреждение с помощью маяков похоже это какая-то вы и программа причем сильно поврежденные я не ощущаю ни в одном из вас следов внушения в отличие от тех кто недавно проходил здесь возможно надежда еще есть погодите минутку как так получилось что я вас понимаю почему вы говорите не на протеанском языке я отслеживал ваши переговоры с момента как вы вошли в комплекс я перевел свою речь в понятный для вас формат я страж здесь в безопасность пока но все может измениться скоро безопасности не будет нигде вы какая-то программа искусственного интеллекта я не органическая аналитическая система несущая слепок личности к сада и шана главного смотрителя исследовательского комплекса на или зачем вы меня сюда привели вы должны нарушить цикл продолжавшиеся миллионы лет но чтобы его прервать вы должны сначала понять его или вы совершите те же ошибки что и мы цитадель сердце вашей цивилизации столица вашего правительства тем же самым она была и для нас и для всех кто был до нас но цитадель это ловушка эта станция огромный ретранслятор он ведет в темный космос пустую бездну за горизонтом галактики когда ретранслятор включится оттуда выйдут пожинатель все что вы знаете будет уничтожено почему никто не замечает что цитадель это отключённый ретранслятор пожинатели позаботились о том чтобы скрыть главные секреты цитадели для этого они создали органическую расу якобы мирных хранителей хранители поддерживают основные функции станции они позволяют всем разом которые найдут цитадель пользоваться ею без полного понимания ее технологии все расы полагаются на хранителей и это обеспечивает то что они не могут раскрыть подлинную природу цитадели пока ретранслятор не включается и не приходят пожинатель как пожинатели выживает в темном космосе у нас есть только теории здешние ученые пришли к выводу что для сохранения энергии пожинатели входят длительные фазы бездействия это позволяет им прожить тысячи и тысячи лет пока не восстановится органическая цивилизация но в этом состоянии они уязвимы уходя за пределы галактики они добиваются того чтобы никто случайно не наткнулся на них их существование остается тайной пока не включается ретранслятор цитадель пожинатели смогут уничтожить советы весь флот цитадели одним неожиданным ударом такова была и наша судьба наши предводители погибли прежде чем мы успели понять что атакованы пожинатели захватили контроль над цитаделью а через нее и над всеми ретрансляторами связь и перевозки по всей нашей империи были нарушены каждая звездная система отрезана от остальных мы стали легкой добычей для флотов пожинателей затем пожинатели систематично истребили наш народ планету за планетой систему за системой они постепенно смели нашу цивилизацию кто-то из вас наверняка сумел выжить занят цитадель пожинатели получили все наши записи карты данные переписи информация это сила они знали о нас все их флоты прошли по всем обитаемым районам галактики часть планет была целиком уничтожена другие не захватили а значит я была не права я думала что женицы уничтожают всю органическую жизнь стали тайными агентами пожинатели другие протеане принимали их как беженцы а те придавали их машинам за несколько столетий пожинатели убили или поработили всех протеан галактики они были жестоки безжалостны и неумолимы что с этого имеют пожинатели почему они вновь и вновь повторяют геноцид пожинатели чужой и непостижимый народ возможно им нужны рабы или ресурсы но скорее всего ими движут мотивы и логика которые не поймет ни одно органическое существо в конце концов важно ли это чтобы выжить вам надо остановить а не понять да ты сам только что сказал что чтобы разрушить цикл нужно понять его а чтоб понять цикл нужно понять пожинатели вот и странно я не понимаю куда же делись пожинатели после того как завоевали ваш народ наши планеты стали голыми рабы подвергшиеся внушению опустошили они забрали все ценное все ресурсы все технологии удостоверившись в том что развитой органической жизни больше нет пожинатели удалились через цитадель назад в темный космос и закрыли за собой дверь были уничтожены все свидетельства вторжения остались лишь брошенные ими рабы хаски безмозглые пустые оболочки не способные к самостоятельному мышлению вскоре они вымерли геноцид протеан завершился вы сказали что привели меня сюда с какой-то целью скажите что я должна сделать канал это ключ накануне нападения пожинателей мы протеане были на грани того чтобы раскрыть тайну технологии ретрансляторов ил был сверх секретной базы здесь наши ученые пытались воссоздать ретранслятор в миниатюре он был напрямую связан с цитаделью узлом сети ретрансляторов канал это не оружие это потайной ход на цитадель как вам удалось остаться ненайденными официальные данные о нашем проекте были уничтожены в начале нападения на цитадель протеанская империя рухнула но ил уцелел мы прерывали все сообщения с внешним миром и погрузились во мрак персонал ушел под землю в эти архивы целях экономии ресурсов все погрузились в анабиоз меня оставили следить за происходящим и пробудить сотрудников когда опасность пройдет но уничтожение целого вида это длительный процесс шли годы десятки лет сотни пожинатели не уходили а мои запасы энергии убывали надо было сражаться нас было несколько сотен против галактического флота вторжения единственная надежда была на то что нас не обнаружила я стал отключать жизнеобеспечение тех без кого можно было обойтись начиная с младшего персонала одного за другим это позволило сэкономить энергию в конце концов остались лишь анабиозные камеры главных ученых даже им уже грозила опасность когда пожинатели наконец ушли через ретранслятор цитадель там были сотни анабиозных камер вы просто их все отключили вы убили их вы не могли допустить чтобы погибли все лучше пожертвовать частью чтобы остальные смогли выжить такой исход тоже предусматривался мои действия результат условий заложенных программу при моем создании уверен тем без кого можно обойтись об этих условиях не сказали я спасал ключевой персонал когда пожинатели ушли главные ученые были еще живы мои действия единственная причина по которой сохранялась какая-либо надежда когда ученые пробудились они поняли что протеанская раса обречена нас осталось всего несколько десятков слишком мало чтобы поддержать жизнеспособную популяцию но они поклялись найти способ не дать пожинателям вернуться навсегда прервать цикл им было известно о роли хранителей разве они не под влиянием пожинателей хранителями управляет цитадель каждый раз перед вторжением через станцию проходит сигнал который заставляет хранителей включить ретранслятор после долгих лет напряженных исследований ученые нашли способ изменить этот сигнал с помощью канала они получили доступ цитадели и произвели необходимые модификации на этот раз когда властелин послал сигнал на цитадель хранители проигнорировали его пожинатели заперты в темном космосе сары может использовать канал чтобы обойти внешнюю систему защиты цитадели верно оказавшись внутри он передаст управление станции властелин властелин отключить системы цитадели и вручную включить ретранслятор цикл уничтожения начнется вновь есть какой-то способ их остановить моей консоли есть файл с данным возьмите с собой его копию когда доберетесь до главного пульта цитадели загрузите файл туда он нарушит протоколы безопасности цитадели и временно даст вам контроль над станцией у вас может появиться шанс против властелина погодите где находится главный пульт цитадели в первый раз о нем слышу воспользуйтесь каналом следуйте за сарана он приведет вас к пульту что стало с выжившими протеанскими учеными с помощью канала они получили доступ цитадели но канал это всего лишь прототип портал работает только в одном направлении так что они оказались заперты на станции я не знаю что с ними стало потом вряд ли они нашли на станции воду или пищу боюсь что они умерли страшной и медленной смертью мне лишь известно что им удалось заблокировать ретранслятор ваше присутствие здесь означает что их жертва была не напрасно если пожинатели заперты в темном космосе как властелин оказался здесь можно предположить что после каждого сбора урожая пожинатели оставляют кого-то из своих в качестве агента чтобы тот подготовил их неизбежное возвращение как и те что ушли в темный космос властелин вероятно провел последние 50 тысяч лет в состоянии спячки время от времени он мог просыпаться чтобы анализировать ситуацию не показываясь никому на глаза он оценивал состояние галактической цивилизации а когда пришло время подал сигнал цитадели чтобы вызвать очередное вторжение но на этот раз сигнал не сработал хранители не отозвались на него союзники властелина остались запертыми в пустоте он оказался один и стал пытаться понять что пошло не так властелин самый большой корабль в галактике зачем все эти секреты почему нельзя просто атаковать цитадель властелину извин раскрыть свою природу значит для него объединить против себя все органические расы даже пожинатель не выстоит при таком соотношении сил но пожинатели терпеливы они не бросаются навстречу неизвестных властелин мог строить свои планы сотни лет осторожно собирая себе союзников действуя через своих агентов чтобы о нем не узнали он постепенно собирал фрагменты мозаики сарен самая очевидная пешка пожинателей но вряд ли первое теперь же властелин осмелел не знаю от самоуверенности или от отчаяния но он решил открыть портал в темный космос а что насчет маяка на иден прайм и того другого на вермайре зачем они нужны в эпоху нашего расцвета маяки охватывали все пространство нашей империи они составляли единую общегалактическую сеть для быстрой передачи данных с планеты на планету во время вторжения практически все маяки были уничтожены но как только пожинатели ушли те кто выжил на или решили рискнуть и отправить сообщение мы знали что скорее всего больше никого не осталось но если вдруг был кто-то еще мы хотели сообщить им а были дать им надежды поэтому по сети было отправлено сообщение а вас могли узнать пожинатели вообще-то мы сомневались что хоть один маяк еще действует но попробовать было нужно если были еще выжившие мы должны были с ними связаться сообщение предназначалось для представителей нашего народа его ход могло понять только органическое существо мы все еще не понимали силу внушения нам было невдомек что сообщение может привести на эту планету агента машин такого как сара но также оно привело сюда и вас так что возможно мы все же не ошиблись значит когда пожинатели создали цитадель вместе с нею они создали и хранителей предположительно хранители это одна из порабощенных глубокой древности цивилизации возможно первое из возможно они хорошо поддавались внушению или просто пожинатели вывели эту послушную расу как бы то ни было их оставили следить за цитаделью но теперь хранители уже не находятся под прямым контролем властелина они эволюционировали так что откликаются лишь на сигналы издаваемые самой цитадели когда протеане изменили сигналы цитадели им удалось освободить хранители от власти пожинатели они стали совершенно безвредны властелин должно быть понял что органическими расами слишком сложно управлять это правдоподобная гипотеза хранители эволюционировали в неожиданном направлении неорганические слуги такие как генды более предсказуемы у сара на и так уже большая фора забираем файл и уходим тот кого вы называете сары нам еще не добрался до канала еще есть надежда если вы поторопитесь ну да мы тут уже слишком много говорили так и что там до следующего уровня еще довольно таки много но ничего страшного получили два очка отступника тоже фиг с ним зато главное узнали все что есть все что можно было у него спросить мы спросили что вы извините ребят что мы тут со стражем слишком такую длительную болтологию разводили считает идеальной цивилизации но пожинатели обманули их также как и нас они потерпели неудачу не совсем они дали нам оружие дали нам шанс если только мы сможем добраться вовремя я думаю мы успеем реально в течение всего разговора со стражем мне не поглядало ощущение будто мы находимся внутри чего-то живого честное слово вот вы слышите как сердце счет убьется это просто невероятно господи я обожаю эту игру она невероятная хе-хей вы гляньте троих одним выстрелом снесла ну что здесь в общем то сейчас будут коридоры полные полный гетов но мы попробуем просто мимо большей части из них просто проехать мимо и все вот потому что я не хочу тратить час время и силы на это дело я и так уже потратила целую кучу вашего времени разговаривая со стражем на просто не было интересно у него спросить вообще все что только можно было так ну что да поехали 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 какие-то каналы непонятные вообще чего это такое ох 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 а там он наверное будет часах много вот здесь колосс поэтому здесь мы сейчас завалим всех потому что нужно с колоссом разобраться каким-то образом ай-яй-яй-яй так все на жизнь все на теперь я думаю мимо остальных можно просто будет проехать и все но может быть там некоторые кто прям уж прям очень явно будет на пути стоять их мы завали а остальных не будем трогать некогда нужно спешить а то никуда не успеем везде опоздаем хотя не знаю как можно опоздать на спасение галактики не ребят я не буду не до вас сейчас по-моему уже почти приехали уже чуть-чуть совсем осталось да вон он уже канал совсем чуть-чуть осталось да вон он уже совсем близко вот он это канал невероятно и правда мини ретранслятор видом лезем в ретранслятор и это не растереть нам ковровую дорожку ну да пока мы с кайденом тут рты раскрым шея любуемся гарус проявляет чудеса здравого смысла ух ты нифига себе вот это здоровая каракатица вы гляньте на него а ребята ребята Включить защиту! Закрыть станцию! Лучи не двигаются! Системы не отвечают! Покинуть цитадель! Эвакуировать совет! Цитадель главная! Цитадель главная! Как слышите? Давайте быстрее! У нас 40 секунд! Блин! Мако! Давай, япона-мать! Двигай всеми своими шестью колесами! Я знаю! Я знаю, что все очень плохо! Давай быстрее! Блин, 20 секунд! Аааа! Не успеем! Не успеем! Успеем! Все нормально! Все успеем! Все! Вау! Вот это было круто! Запульнули так запульнули! Во всех отслеживаемых системах отмечаются критические сбои! Просим немедленно приступить к уходу! Из-за статиста с высотой статистических отношений! Из-за света! Все! Так, ну, в общем-то, мы с вами уже и на цитадели Да, хорошо пролетели, прям очень круто А на финальную битву мы с вами пойдем уже в следующей серии Я надеюсь, эта серия вам понравилась, несмотря на болтологию со стражем Вот, не забываем подписываться на канал и оставлять свои комментарии Увидимся с вами в следующей серии Вот, ребятки, так, сейчас сначала всех хасков завалить Вот, все, теперь уж точно, ребятки, всем пока-пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»